Привет всем, с вами снова Денис Трем. Сегодня у нас распаковка и показываем, как работает Lounge X431 Pro Elite. Нам пришел прибор, у нас достаточно много лаунч. Лаунчем я пользуюсь еще, наверное, с 2000. Это один из первых приборов, мульти приборов, которыми я пользуюсь в проверке автомобиля, про диагностики при ремонте автомобилей своих. В этом видео мы хотим разыграть один из приборов Lounge, рабочие наши приборы. Пишите в комментарии минимум пять слов. Под этим видео нужно написать. Все комментарии участвуют в розыгрыше, те кто написали пять слов. Постараемся отправить, по крайней мере, во все страны мира. Будем разыгрывать, а там уже увидим. Поехали. Распаковываем. Приходит прибор, как обычно, в коробке, что удобно. У Lounge всегда есть замечательный кейс, где ты можешь его хранить. Мы его не храним в кейсе, потому что мы используем постоянно. У нас постоянно в дороге и в движении. Pro Elite. Это один из топовых лаунчей. Ссылки на приборы в описании, где вы можете заказать. Здесь у нас точно также есть разъем для шнурка, также как и здесь. Мне это больше нравится, потому что он всегда вместе с прибором. Ты не ищешь его, не переключаешь, не перетыкаешь и не теряешь сам шнурок. Открываем вторую коробку. Обязательно в коробке есть документация. Важно, не теряйте эту документацию. Сохраните ее где-нибудь. Сфотографируйте, отсканируйте, сделайте копии. Здесь код, который вам понадобится для этого прибора на всю его жизнь. У нас были маленькие еще лаунчи, когда мы с айфона читали. Если там потеряешь, то ты его уже никогда не восстановишь. Но, к сожалению, было потеряно 5 или 6 приборов. Потом начали пользоваться уже вот такими, потому что ты его не потеряешь. Маленький ты оставляешь в автомобиле. Эти всегда с собой. При диагностике автомобилей в Германии, когда ты едешь на осмотр к дилеру, с этим будет проблематично, потому что они смотрят на это все довольно-таки критично, что ты подключаешь. Мы не знаем, мы не даем тебе прочитать автомобили. Поэтому с айфона было удобно. Ты вот где-то на тест-драйве посмотрел, функционала хватало для того, чтобы проверить автомобиль в полевых условиях, так сказать. Это важно не потерять. Я даже сканирую все свои лаунчи, все сканирую и оставляю в облаке висеть, потому что когда-то где-то он теряется, и ты стоишь такой, а какой же номер? А у тебя в облаке есть, ты всегда находишь то, что мне нужно. Круто! Пользуйтесь! e-commerce есть. Я считаю, это достаточно профессиональный прибор, потому что он приходит с кодами совсем так же. В прошлом году купили один из самых профессиональных лаунчей, которые стоят более трех тысяч евро. Он делает апдейты на два года, он может грузить базы от дилеров, прошивать автомобили, прошивать блоки. Здесь не такой большой функционал, но ты можешь делать им практически все. То есть лаунч тебе предоставляет возможность в твоем сервисе делать многие вещи, которые не предоставляют другие приборы за доступные цены, так сказать. Что хотел сказать, к чему я вшел? То, что мы купили прибор. Пользуйтесь оригинальной зарядкой. Мы попытались заряжать прибор от айфона, там, от других сетей, и он как-то не принимает это все и начал не заряжать. Пришлось отправлять прибор. Потом, когда нам сказали, вы должны заряжать только официальным, оригинальным блоком управления, и теперь заряжаем, работает все идеально, все четко, без всяких проблем. Вот, хотя с нашим первым вот этим прибором, дорогие, были проблемы, у нас не отображался дисплей, на него нажимаешь, ничего не происходит. Вот, а здесь все работает. В общем, функциональный, на руль повесил, сидишь, смотришь, подключаешь к Wi-Fi, делаешь апдейты. А, ты не сделаешь апдейты, пока не обновишь свой код. Открываем. Мне просто достаточно все известно, как это все делать. Отрываешь, здесь у вас номер самого прибора, он здесь вшит, и когда ты открываешь, у тебя здесь есть твой код, который нужно сохранить и никому не показывать. Вот, и не потерять вот эта бумажка очень важно. Вот смотрите, есть такой прибор, да, например, по лаунчу скажу. У нас пришел кей-кодер, то есть мы можем также программировать ключи. Вот он, программатор. Мы им особо не пользуемся, он был в наборе с другим прибором, можно сказать, побросывая цене, поэтому мы его приобрели, лежит, пока нужды не было. Если нужда будет, мы можем просто включить его, подучиться и программировать ключи. Или, так сказать, убить несколько ключей, а потом научиться. Вот. Но здесь весь функционал есть. Также, например, вот кей-кодер есть, там разные фишечки есть. У меня где-то здесь еще, сейчас скажу, вот, например, это он в сервисе сейчас. Программатор сенсоров на колеса, да, сенсоры давления на колеса, тоже от лаунч подключается здесь. Использование достаточно простое. Ты подключаешь, вот он шнур. Вот это круто, то, что его прикрутил, и он у тебя останется навсегда с твоим прибором, и ты никогда его не оставишь в автомобиле, ты его просто не сможешь забыть. Я что-то не делал с маленькими этими лаунчами, которые к айфону были. Уже я резинку прикручивал, чтобы было видно, что ты выходишь из машины, что у тебя нитка висит. А, забыл прибор, можно его дергнуть. Потому что так столько оставлял, возвращался по 100 километров обратно к автомобилю, смотрел. А так, конечно, в окно видно все. У тебя сразу все с собой. Сам планшет, хватает его надолго. Я неделями его не заряжаю, но мой, который рабочий, с которым я работаю, отлично работает. Сотрудники ездят с такими же приборами. Это более лайтовая версия, но достаточно будет ее посмотреть, какой-то ошибки, посмотреть данные в настоящем времени, какая температура коробки, вот всего. Он программировать не сможет. Это только прибор для считывания ошибок, посмотреть, что с автомобилем, стереть ошибки. Вот это будет вполне достаточно. То есть для своего использования, для своего автомобиля, если ты не профессионал, если у тебя нет разных марок, которые тебе нужно делать, программировать или что-то, то есть это вполне достаточно. А это более профессиональные приборы. Я же говорю, там можно до 4000 евро покупать приборы у лаунч. Ну и то есть мы, как видите, лаунчем пользуемся. Везде всегда сервис пользуется лаунчем. Ремонт мы производим им. И даже программное обеспечение, обновление программного обеспечения идет через него. Но это в последнем году. Вот это все макулатура. Это все нам не надо. Конечно, это можете почитать, но оно, по сути, это одна из лайтовых версий. Если мы посмотрим чуть-чуть мощнее, так сказать, коробочки, то здесь идет уже и шнуры, и такие, и для интернета протягивать. В общем, разные тут. То есть чем дороже, тем больше функционал. Здесь мы все уже вытащили. Под зарядки, под аккумуляторы, под прочее, прочее, прочее. Использовать прибор достаточно просто. У вас есть интеллектуальная диагностика. Нажимаете на нее. Прибор любит подключение к интернету. В приборе есть приложение Gmail. Вы также можете сделать диагностику автомобиля. Когда вы делаете диагностику, можете отправить себе чек-лист на e-mail. Он останется у вас. Либо сохранить его в приборе. И когда у вас будет этот же автомобиль, вы можете посмотреть, что было. Вы можете сохранить базу данных автомобиля. Посмотреть, что там с ним было. Какая температура была, при каком пробеге. В общем, сохранить все данные на этом приборе. И потом посмотреть, при следующей диагностике, что-то поменялось или нет. Сохранить до стирания ошибок и после того, как вы сделали диагностику, отремонтировали автомобиль. И он вам покажет до и после ремонта. Сейчас проверяем автомобиль новой диагностикой. Заходим в интеллигентную диагностику. Зажигание включил. Работает. Кстати, данный прибор, прикольно то, что он, когда включен у тебя в OBD разъем, он еще и заряжается. Мой прибор, которым я диагностирую, он отдельно от самого планшета и он не заряжается. То есть его постоянно нужно подзаряжать. Когда ты приезжаешь на осмотр, такой, а зарядил ли я его или нет. Все, автомобиль видно. Он видит ВИН-номер. Видит, какая модель. 2020 года, немецкая версия, автоматик, X2, X2 25E, F39. Получается, как E39. Чик. Он сам выключил зажигание. Включил зажигание. Читает диагностикой. Смотрит блоки управления, ошибки. Вот, видим. Причем, смотри, какая интересная функция. Если ты подключен к интернету, ты можешь зайти вот сюда в Google. Он откроет страницу с этим кодом ошибки. И ты можешь посмотреть, что это примерно такое. М2 форум на хрустной лекции Шанбаутали. BMW. В общем, можно посмотреть, какой код ошибки и что это было. А у нас терминал, пляжу, темп, а вот. А, ну, после... Да, я частную машину оставлял с зажиганием включенным. И она у меня... Charge Management, Charge Management Function of Out-Driving the Charging Port. Короче, это мои ошибки, которые я тут оставлял машину незаведенную. Закрывал двери, закрывал машину, вытыкал зарядку. Ну, короче, я тут немножко поигрался с ней. А основном, вот все блоки управления. Ты можешь зайти в блок управления. Например, вот мотор. И дальше. Data Stream. Вот здесь ты можешь посмотреть, какой воздух, температура батареи, температура мотора. Ну, в общем, тут вольтаж и то, что угодно. Интересная функция. Здесь появилась поиска. Раньше этого не хватало. Например, КММ. Или... Вот так. 47, 555. Я сейчас не видно, я выключил. Ну, примерно так же. Да? Вот эта функция поиска очень удобна. Раньше ты сидел, всю страницу искал, все, что связано с километрами, и все, что связано с температурой, например. Температура, видишь. Теперь у тебя остается все, что связано с температурой. Да? Intect, Full Engineer. Можешь выбрать. Все, что связано с температурой, и он тебе покажет. Кайф? Кайф. Я считаю, сейчас очень удобно сделали. То есть, прочитали BMW X2 25e X-Drive F39 данным прибором. В общем, я считаю, это замечательный продукт, которым можно бы пользоваться. По личному опыту, Мерседесы 23-го года, 24-го, читают туго. Нужно прям сидеть, ждать. Он их... Мерседесу тяжело идет. Ну, именно прям свежие-свежие, которые... А так, все вот такие до 2023-го года, 2024-й даже, все читают вообще без проблем. Volvo, вот наши все автомобили, работаем с ними. Полностью довольны. Подключил, подкинул. Он у тебя всегда здесь. Плюс он тебе заряжается от самого автомобиля, пока ты его читаешь. Аккумулятор тебе посадился, сдуброчитал. Нормальный прибор же для сервиса. Правильно? Не только заработал на чтение ошибок. Еще аккумулятор продал. Нормально? Все? Так что... Бизнес. Да, видите, даже диагностику я сейчас вытащил. Мне, выходя из блока управления, то есть, просто отрубил ее в наглое. Так тоже делать нельзя. И он мне об этом сказал сейчас. Слышали? Я просто выдернул его. Машина работает интересно. По сути, у автомобиля есть защита от дураков. Но так делать, да, нельзя. Нужно правильно выходить. Сначала выйти из блоков управления, сказать, что все, я закончил работу. Потом выключить зажигание. И только потом выдергивай шнурок. Так что вполне можно работать. у него есть калибрации. то есть, тут ну, надо, не надо. Вот, можно взять еще дополнение, как колеса. Ну, то есть, если у вас не сервис, то это не нужно. Вот, апдейты постоянно делает он. Заходишь, он, типа, постоянно что-то выкидывает. Логин обязательно. Интернет ему нужен. Ну, я его только что обновил. Нет никаких обновлений. Но через неделю 100% будет. Я только что включил другой. И там обновлений штук 20 было. Почему я рекомендую постоянное подключение к интернету? Вы можете сделать апдейты. Для того, чтобы сделать апдейты, вы должны зарегистрироваться на сайте Launch. Вы делаете свой аккаунт. Все просто. Новая регистрация. Регистрируйтесь там. Потом у вас будет свой логин и пароль. Вот здесь информация о клиенте. Можно зайти вот в ЭЦИ. Это ваш номер или номер прибора. И если активировать, то также заходите под логином, записываете туда. На сайте Launch у вас будет свой аккаунт. В этом аккаунте будут видны ваши приборы. То есть у нас в аккаунте Дестакар много приборов, которые были когда-то, которые были пароли утеряны. Вот эти все приборы зарегистрированы. То есть это все под Дестакар и ты заходишь и видишь свой прибор, который у тебя есть. Вот. И при регистрации или при апдейте вам тоже нужно интернет. Подключайтесь, качайте, обновляйтесь. Обновления постоянно, чуть ли не каждую неделю выходят. Я постоянно актуализирую свой прибор вот для того, чтобы быть, так сказать, в новом. Чтобы мой прибор работал стабильно и хорошо. и знал все автомобили, марки, модели, есть какие-то обновления выходят, то он тоже показывает. Здесь нужно будет просто вам учить. Вот есть для прибор для колес. Опять же тоже. Вы ничего не сможете сделать. Этот прибор кирпич, если он не зарегистрирован. Он вам никак не поможет. Хорошее, хорошо, что я об этом подумал, потому что эти приборы под меня подвязаны. нужно будет найти от них коды, передать клиенту и сделать апдейт на них. В общем, мне с ними поработать надо будет. Розыгрыш сделаем, потом поработаем. В общем, вот отличный прибор для своего гаража или для своего автомобиля. Он более, это более профессиональный. Я бы купил такой и работал бы с ним без проблем. Поддержка есть. Пишите в поддержку, вам отвечает. Сайт работает. Лаунч достаточно большая фирма. и работает давно на рынке. Также у нас от Лаунча есть развал схождения. Мы тоже работаем с ним и работают достаточно хорошо. То есть вообще без проблем. Я доволен самой фирмой. Если нужно, если какие-то вопросы с гарантией, тоже ремонтируют, отправляют, привозят, отвозят, все, что хочешь делают. Супер. В общем, вот так вот. Сегодня был обзор Лаунч. Подключил к автомобилю, проверил, стер ошибки. Если опять появились диагностируешь заново, где что, опять становишь и поехали. То есть круто. Все работает. Мне нравится. Я работаю уже более 10 лет с ним. Вот все ссылки в описании или закрепленном комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok